Фоксбет. Летучая лисица. Так американцы называли советский скоростной супервысотный истребитель-перехватчик МиГ-25П. 6 сентября 1976 года на дальневосточном аэродроме Чугуевка проходили плановые полеты. Привычный ритм летного дня нарушило сообщение о том, что самолет МиГ-25, пилотируемый старшим лейтенантом Беленко, исчез с экранов радара. Самолет начал подавать непрерывные сигналы бедствия. Вскоре сигналы прекратились. Это означало, что самолет потерпел аварию. Командование 586-го полка ПВО немедленно распорядилось начать поиск летчика и самолета. Предполагалось, что летчик катапультировался, а самолет погиб. Была и другая версия. Самолет мог сбиться с курса и приземлиться на чужой территории. Этого боялись больше всего. Наша военная разведка неоднократно предупреждала. Иностранной агентуре в СССР дан приказ развернуть тотальную охоту за любыми сведениями о летучей лисице. И с особым удовольствием сообщала, что наличие МиГ-25 держит весь Запад в страхе. В 1976 году ни одна страна в мире не обладала самолетом-истребителем, способным соперничать с МиГ-25. Министр обороны США Джеймс Шлезинджер утверждал, «Советский истребитель» является таким грозным оружием, что увеличение его производства может повлечь за собой коренные изменения в вооружении и стратегии Запада. В том же году ЦРУ сумела получить отрывочные, скудные данные только о системе навигации перехватчика и о том, что «Союз» имеет уже 400 машин данного типа. Мысль о том, что самолет вдруг попадет к американцам и будет рассекречен, военным руководством страны даже не допускалась. Ну, мы, я говорю, надеялись, что летчик катапультируется и жив. И вот уже к вечеру прилетает на вертолете начальник радиотехнических войск генерал-майор Добровольский Иван Леонидович, член военного совета генерал-майор авиации Лучинин и начальник поэтотдела полковник Южаков этого соединения. Добровольский говорит мне, командир, не ищи, прекращай проб, значит, поиск, нужен отдельный кабинет. Верю, пожалуйста. Полковник Цибизов и генерал-майор Добровольский склонились над картой проводки радиолокационных станций. Вот его проводка, сообщил генерал. Он за границей, в Японии. Цибизов удивился и предположил, что самолет сбился с курса. Вскоре догадки о местонахождении Беленко подтвердились. В 13 часов 52 минуты на высоте 300 метров над гражданским аэропортом Хакадаты пронесся диковинный двухкилевой аэроплан, никоим образом не напоминавший авиалайнер, даже если выпить литр саке. Самолет намеревался совершить посадку, однако полоса была занята взлетающим Боингом. Чтобы избежать столкновения, летчик резко бросил машину к земле и буквально ворвался на бетон. Несмотря на выпущенный тормозной парашют, проскочил всю полосу и, сбив две антенны, остановился. Летчик выбрался из кабины на крыло. Защелкали фотокамеры. Пилот достал пистолет и выстрелил. Съемка прекратилась. Подоспела полиция. Все полеты в японском аэропорту Хакадаты прекратились на пять часов. После посадки самолета, чтобы скрыть его государственную принадлежность, самолет зачехлили и отбуксировали с полосы. Но аэропорт не военная база. Слух о советском военном самолете распространился очень быстро. К вечеру 6 сентября Хакадаты превратился в место паломничества журналистов. Времени они зря не теряли. Снимки, сделанные в аэропорту, обошли прессу всего мира. Сегодня отдел печати МИД СССР провел пресс-конференцию в связи с вынужденной посадкой советского военного самолета в Японию. Выступившие на пресс-конференции мать и жена летчика Беленко рассказали о его жизни в Советском Союзе, настроениях. Они категорически отвергли измышления о том, что Беленко якобы запросил убежище в США и потребовали его незамедлительного возвращения к семье на родину. Друзья, сослуживцы, жена Беленко были уверены, что произошел непредвиденный случай. Самолет сбился с курса и сделал вынужденную посадку. Виктора силой удерживают в Японии. По-другому быть не может. Руководство СССР развернуло невиданную по масштабам операцию по возвращению Беленко. Японцы были в замешательстве. Инцидент мог ухудшить и без того прохладные отношения Москвы и Токио. После капитуляции Японии в 1945 году мирный договор между Россией и Японией так и не заключили. Япония претендовала на ряд островов. Советский Союз эти претензии игнорировал, опираясь на надежную защиту своих границ. Япония понимала, что в любое время защита может стать нападением, но с ответом на требование вернуть летчика и самолет не торопилась. Тянуло время. Официальные и неофициальные представители СССР и США в Японии проявляли бешеную активность, направленную в диаметрально противоположные стороны. Советский Союз хотел как можно быстрее вернуть перехватчик, Америка задержать миг в Японии как можно дольше. Японцы же искали хоть какую-нибудь юридическую зацепку, чтобы задержать самолет. Причину нашли весьма оригинальную. Нарушение гражданином СССР, государственной границы и незаконный ввоз на территорию страны взрывчатки. Таким образом, Беленко объявили то ли шпионом, то ли террористом. А самолет МиГ-25 рассматривался в качестве вещественного доказательства уголовного дела. Никто в Москве в подобную чушь не верил. Однако юридически обоснованная причина имелась. Самолет оставался в Японии. Советское руководство прекрасно понимало, что пока тянутся деликатно вежливые переговоры, Америка сумеет договориться с Японией. Похоже, что давняя мечта американцев поймать лесу начинало сбываться. Неписанные правила холодной войны требовали постоянной гонки вооружения. Основной ударной силой в 50-е годы были стратегические бомбардировщики, носители ядерного оружия. Однако их скорость до 1000 км в час и высота полета до 15 км не позволяли гарантированно прорывать ПВО противника. Это послужило толчком для начала работ в США и СССР по самолетам, ставшим эпохальными в истории авиации. Впервые конструкторы делали машины, рассчитанные на скорость 3000 км в час. В три раза быстрее звука. Высота полета тоже поражала воображение. Более 20 тысяч метров над землей. Каждый решал проблемы своим путем. Списывать было не у кого. 23 декабря 1957 года на фирме «Норд Американ» началась разработка сверхзвукового бомбардировщика «Б-70 «Валькирия». Название проекта было выбрано в результате конкурса, объявленного среди личного состава ВВС США. Масштабы и стоимость проекта с полной уверенностью можно назвать грандиозными. На создание «Валькирии» было затрачено 14 миллионов человеко-часов и полтора миллиарда долларов. По замыслам американцев, самолет должен был стать основным средством нападения на СССР. Перелетев через океан, «Валькирия» могла сбросить на Союз термоядерную бомбу мощностью 10 мегатонн. В 1960 году Советский Союз уже имел эффективные зенитные ракетные комплексы. Однако их дальность действия не превышала 40 километров. Этого было недостаточно. Всю территорию страны ракетными точками не охватишь. Перед ПВО поставили задачу – обеспечить надежную защиту от высотных скоростных самолетов США. Тогда стали думать, какие же средства противодействия должны быть созданы. Вот тогда и возникла задача перед истребителями – как бороться с этими бомбардировщиками. Советский Союз неоднократно выступал с резкой критикой в адрес агрессивной политики США. В отличие от Америки, мы придерживались оборонной доктрины. Однако тезис «лучшая защита – это нападение» был хорошо знаком американцам. Советский Союз представлял реальную угрозу. Его боялись. Для того, чтобы меньше бояться, надо было больше знать. Разведывательные полеты над территорией СССР начались еще в 1956 году. Специально для этого на фирме Локхит был создан сверхвысотный самолет-разведчик У-2. Четыре года он безнаказанно летал над нашей страной. Однако 1 мая 1960 года «Звезда У-2» погасла. В 8 часов 55 минут, пролетая на Цвердловском, самолет, пилотируемый Фрэнсисом Гарри Пауэрсом, был сбит ракетой комплекса С-75. Обломки самолета выставили на всеобщее обозрение как демонстрацию победы советских зенитчиков. Летчика судили и приговорили к 10 годам лишения свободы. Инцидент с Пауэрсом окончательно укрепил веру Хрущева в ракеты. Но, вопреки расхожему мнению, Никита Сергеевич был не одинок в своей вере. Министр обороны США Роберт Макнамара тоже решил, что сверхзвуковые тяжелые бомбардировщики не нужны. Ракета практически неуязвима, а цена ее на порядок ниже самолета. Удачные испытания межконтинентальных баллистических ракет «Атлас» и «Титан» окончательно поставили крест на проекте «Валькирия». Самолет так и остался экспериментальным. Автору названия проекта сержанту Фрэнку Сейлеру была выплачена премия в размере 500 долларов и выдана путевка для трехдневного посещения Голливуда. Баллистические ракеты США являлись не единственной угрозой. Была и другая – бомбардировщики Б-52. Сами по себе самолеты не представляли особой опасности. Зато сверхзвуковые крылатые ракеты «Хаунд-Док», которые они несли, могли поражать любые стратегически важные цели на территории СССР. Разведку этих целей проводил высотный У-2. Печальный опыт его полета над Уралом убедил американцев, необходим новый самолет-разведчик. В 1959 году по заданию ЦРУ ведущий конструктор фирмы Локхид Келли Джонсон начинает разработку проекта сверхзвукового разведчика ССР-71 «Черный дрозд». Летные характеристики и необычный внешний вид машины впечатляли. Вся концепция самолета была построена под два главных требования – незаметность разведчика для радаров и, главное, достижение тройной скорости звука. Незаметности достичь так и не удалось. Сверхскорость, при которой сильно нагревалась конструкция, заставила инженеров делать практически полностью титановый самолет. Это было очень дорого. В итоге американцам удалось построить всего около 50 таких машин. Количество пилотов, летавших на разведчики, было ненамного больше, чем число астронавтов. Несмотря на всю секретность, в 1960 году сведения о работах по «Черному дрозду» просочились в Советский Союз. Анализ наступательного потенциала Соединенных Штатов окончательно убедил советское руководство в необходимости ответных действий. В феврале 1962 года выходит постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о создании высотного сверхзвукового самолета в двух вариантах – перехватчика и разведчика. Реализовать проект поручили Артему Микояну. В итоге был построен МиГ-25. Машина, не похожая ни на один истребитель мира. В отличие от «Черного дрозда», МиГ был дешевле и намного проще в эксплуатации. За годы серийного производства наша страна выпустила 1112 таких самолетов. Можно говорить о том, нужна ли была такая машина американцам. У них в стратегии была нападать. И таких замыслов у них не было. Они настолько были уверены, очевидно, что им это не понадобится, что, насколько мне известно, я думаю, что генеральным шаббатом было известно, что такого самолета у них не было. Несмотря на то, что Советский Союз обвинил Японию в фабрикации лжи, МиГ-25 продолжали удерживать в качестве вещественного доказательства. Из зарубежной печати стало известно, что Беленко в тюрьме. Вскоре над ним состоялся суд, где он обвинялся в нарушении законов Японии по четырем статьям. Это еще больше убедило Советский Союз в том, что Беленко оказался жертвой стечения обстоятельств. Беленко Виктор Иванович родился в 1947 году в Нальчике. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище. Служил летчиком-инструктором в Ставропольском авиационном училище. По личной просьбе направлен в истребительный авиационный полк ПВО на Дальнем Востоке. Русский. Член КПСС. Старший лейтенант. Старший летчик. Замполит эскадрильи. Женат. Имеет сына. Еще большую активность проявили наши дипломаты в Москве. Наш летчик оказался в Японии непреднамеренно. Чем еще можно объяснить его протесты против фотографирования МИГа и предупредительные выстрелы? Японские власти применили к летчику силу. Он был в наручниках. На голову накинули какой-то мешок. Его силой затолкали в машину, поместили в тюрьме. Похищение Беленко – это произвольное действие бездушных людей и грубое нарушение Хельсинских соглашений, только недавно подписанных президентом Фордом. Испугавшись такого натиска, в японском правительстве было принято решение организовать встречу Беленко и представителя посольства СССР в Японии. Появилась надежда, что летчика удастся вернуть на родину. Однако этого было мало. Необходимо решить дело и с возвратом самолета. В аэропорту Хакадате появились советские представители, которые заявили, что им поручено организовать доставку Мига в СССР. Начальник аэропорта Масао Кадзиока ответил, что самолет находится под охраной полиции, и он не имеет права удовлетворить просьбу русских друзей. Но давление было так сильно, что японские власти заколебались. Министр иностранных дел Японии несколько раз информировал Госдепартамент США. Токио начинает склоняться к тому, чтобы поскорее возвратить самолет в СССР и позволить русским сохранить свое лицо. Американцы не хотели об этом и слышать. Вашингтон предложил свой вариант. Миг будет задержан в Японии на месяц. Этого времени достаточно, чтобы тщательно изучить истребитель. Вскоре Москва получила от своих резидентов в США и Японии шифровки. Большая группа американских военных прибыла в Японию. Наш посол передал в центр. Шансов предотвратить изучение самолета больше нет. Леса попала в капкан. В июле 1967 года самолет был показан на авиапараде в Домодедово. Это был первый и единственный в то время показ МиГ-25 перед широкой публикой. На малой высоте с грохотом прошла группа из трех самолетов. Подобного не ожидал никто. Обладая подробной информацией, американцы могли бы сэкономить колоссальное количество средств на собственные разработки. Но фотографии и отрывочные разведданные давали очень приблизительное представление о МиГ-25. Конкретно о самолете ничего не знали. А узнать очень хотелось. Самолет-ракета. С крыльями, необходимыми только на режимах взлета и посадки. Примерно так описывал Артем Микоян, истребитель-перехватчик будущего. В 1962 году у нас практически уже был комплект чертежей готов. То есть мы по заделу готовности КБ к созданию такого самолета были ближе. Поэтому мы пошли по стальной конструкции из жаропрочных нержавеющих стали, которые позволили за короткие сроки освоить технологию производства. Проект подобного масштаба в стране реализовывался впервые. Для разработки авиационных сталей были подключены практически все институты авиационной и металлургической промышленности. Создавалось уникальное сборочное, литейное и сварочное оборудование. Самолет собирался не традиционной клепкой, а с помощью различных видов сварки, включая автоматическую. Остекление кабины, резина колес, гидравлическая жидкость. Все приходилось делать впервые. Это было так же сложно, как в свое время перейти от самолета из дерева к самолету из металла. Ну, тогда вообще у нас работа шла с большим энтузиазмом. Конечно, но вот в Ахтубинске на полигоне находилось на испытаниях до 11 самолетов одновременно. Специалистов от промышленности, не только от нашего КБ и от серийного завода, но и от специалистов промышленности до 600-700 человек. На время мы не смотрели, работали столько, сколько нужно. Хотелось. Очень хотелось летать быстрее и выше всех в мире. Лозунг «догнать и перегнать» начинал осуществляться буквально. Победы и достижения можно было отметить, не отходя от самолета, которому дали прозвище «гастроном». Дело в том, что машина несла в своем чреве 240 литров спиртоводяной смеси для охлаждения агрегатов самолета. Это больше 30 ящиков водки. Жены техсостава, озабоченные непросыхаемостью мужей, послали как-то раз письмо товарищу Микояну с просьбой заменить эту гадость чем-нибудь непитьевым. Артем Иванович сказал, что запретить надо спирт, поскольку в войсках это будет с существенной серьезной проблемой и вызовет много нареканий со стороны командования Министерства обороны. И, в общем-то, дал команду искать замену. Ну, фамилию я сейчас не буду называть. Значит, один из ведущих инженеров все-таки решил показать Артему Ивановичу наглядно, что трубки разрываются. Наполнили водой трубку, взорвали ее в условиях холодильника, потом привезли Артему Ивановичу, показали, вот Артем Ивановичу, потом он узнал, что это из холодильника, но, говорит, наверное, все-таки решение правильное мы приняли. Но, во всяком случае, разорвали, и так доказали Артему Ивановичу, что надо спирт сохранить. Артем Иванович был человеком веселым и любил пошутить. До сих пор среди авиаторов ходит байка, что женам техсостава Микоян заметил. Если родина потребует, то самолет будет заправляться армянским коньяком. Государственные испытания разведчика завершились в 1969 году. МиГ-25 запустили в серийное производство. Испытания перехватчика проходили намного сложнее и трагичнее. На малой высоте при скорости 1100 км в час самолет вдруг переставал слушаться пилота. 30 июня 1969 года, в ходе подготовки к очередному показу МиГ-25 перед руководством страны, на глазах у высокого начальства самолет военного летчика Владимира Майстренко неожиданно перевернулся и врезался в землю. Череда загадочных катастроф поставила вопрос о прекращении всех работ по перехватчику. Окончательно установить причину удалось летчику-испытателю Олегу Гудкову. День 4 октября 1973 года выдался пасмурным. Но на ходе испытаний это не отразилось. Олег Гудков договорился со своим другом Юрием Шевяковым о встрече у проходной. После полетов друзья любили посидеть за кружкой холодного пива и поговорить о делах. 536 запуска. В 11 часов 50 минут самолет Гудкова оторвался от полосы. Отработав основную программу, летчик так и не смог попасть в опасный режим. Времени и топлива было достаточно. Гудков решил попробовать еще раз. До встречи с другом оставалось 15 минут. Через некоторое время, сразу же после начала режима, 536-го, или там, по-моему, 536-го, вращает. Больше он ничего сказать не успел. Мы прыгнули на машину, на чью-то, даже я не знаю, одна, две какие-то, в сторону. Куда? На Раменскую упал. Где? Разберемся. Поехали. Что меня поразило, это со стороны фабричной станции и до этого, до завода «Красное знамя», весь асфальт был все кусками этого МИГ-25. На мелкие части разлетелся, как метеор. Олег, в общем-то, был поставлен в неудобное положение. Впереди Раменск, прямо он туда-то пепел. А вдруг прекратится. А вот-вот он может прекратиться. В таких условиях секунды, они длинные, кажутся. Олег Гудков до последнего момента пытался выровнять самолет. Самописцы фиксировали все действия летчика. Именно это позволило инженерам установить причину прошлых катастроф и в кратчайшие сроки доработать самолет. Гудков был уверен, что спасет себя и машину. По заключению медицинской экспертизы, в его крови не было найдено ни капли адреналина. Миг-25 достался дорогой ценой. Это хорошо помнили те, кому пришлось вести утомительные и унизительные в своей беспомощности переговоры с японцами. Переговоры велись трудно. Трижды мы оттуда собирались, вынуждены были собраться, улетать. То есть, вроде предполагалось, что переговоры прерываются, поскольку они не хотели отдавать самолет или хотели отдавать в таких условиях, в которых мы не принимали, не принимали претензии, не принимали наши условия. Наконец-то состоялась встреча с советским летчиком. В назначенное время в специально отведенной комнате появился первый секретарь посольства СССР в Японии. Два охранника заняли боевые позиции, не спуская с него глаз. Затем в сопровождение еще двух секьюрити в комнату вошел Беленко. Он смотрел себе под ноги и даже не поздоровался с соотечественником. Советского дипломата и Виктора Беленко разделял 20-метровый столб. Внимательно рассмотреть лицо советского летчика не удавалось. Закралась мысль, а он ли это? Тем не менее, советский дипломат заговорил. Я представитель советского посольства. Ваши товарищи просили передать, что они с вами в эти нелегкие для вас часы. Советское правительство знает, что в случившемся нет вашей вины. Нам известно, что вы не по своей воле приземлились в Японии. Вы сбились с курса и вас заставили сделать посадку. Я пришел сюда, чтобы помочь вам вернуться домой к любимой жене, сыну, к вашим близким. Беленко, если это был он, не дал договорить дипломату. Он встал и по-прежнему, не глядя в глаза, буркнул. Я прилетел в Японию добровольно. Я попросил политического убежища в США. Не надо меня агитировать. В Москве это охарактеризовали как недостойный фарс. Газета «Известия» сообщала. Встреча ясно показала, что летчик находился в ненормальном состоянии, вызванном воздействием наркотиков. Советский Союз продолжал настаивать на возвращении МИГа. Результатом демаршей советских дипломатов стало заявление премьер-министра Такео Мики о 27 сентября. Самолет будет возвращен СССР, но не ранее 5 октября. В этот день предполагалось закончить изучение истребителя. Американцы работали оперативно. Более 200 инженеров в течение месяца потрошили истребителя. Они детально обследовали самолет, запускали двигатели, включали бортовой локатор, мерили спектр теплового излучения, взяли пробы стекла и металла. Почти 10 лет американская разведка безуспешно пыталась выведать секреты чудо-истребителя. Теперь они наконец-то отыгрались за все предыдущие провалы. Особенно за Египет. Во время арабо-израильской войны на разведку были потрачены огромные деньги. В 1967 году Израиль захватил весь Синайский полуостров. В конце января 70-го года арабские страны стали готовиться к великой битве за освобождение оккупированных земель и объявили Израилю войну. В рамках Советско-Египетского договора о дружбе и взаимопомощи решено было отправить 4 самолета-разведчика МиГ-25 в Каир. Переброска МиГов осуществлялась в обстановке повышенной секретности. Тем не менее, практически сразу же после появления самолетов на египетской авиабазе Каирская газета опубликовала репортаж о новых истребителях. На видном месте был помещен снимок МиГ-25 в полете. Несерьезное отношение арабов к секретности осложняло работу. Привлечение их к планированию и обеспечению полетов оборачивалось тем, что все подробности готовящейся операции тут же становились известны противнику. И пришлось взлет каждого самолета производить таким образом. Вначале взлетали наши МиГ-21, которые там были на этом аэродроме, египетские. Среди них один-два наших МиГ-25, и сзади опять 21-е. Так, первые буквально минуты, наш самолет набирал скорость, МиГи отставали, шли на посадку, а наш самолет уже шел наверх. На Востоке два занятия считаются наиболее достойными мужчины. Война и торговля. Отдельные египетские офицеры их успешно совмещали. Причем торговали они вовсе не открытками с видами пирамид и не сувенирами. Мы понимали, что эта информация идет и от местных специалистов, египтян. Поэтому мы в полетных заданиях и в заданиях на следующий день не указывали, что мы собираемся летать. Наши военные вели себя осмотрительно. И несмотря на внушительные суммы, потраченные ЦРУ, спецслужбы США по-прежнему немного знали о нашем самолете. МиГ-25 был лакомым куском для американской разведки. И в итоге она его получила. Но после детального изучения самолет все-таки пришлось вернуть. После того, как мы договорились все-таки о том, на каких условиях мы будем ввести приемку машины, условия заключались в следующем. Нам выделял световой день от восхода до захода солнца. Самолет мы можем разбирать только в условиях палубы советского корабля. Самолет был разделен на агрегаты и упакован в ящики из 50-миллиметровой доски, обитой железом. Но японцы просчитались в силе советских парней. Через два часа они раскроили бронированную Тару. Тут же стало понятно, какие секреты выуживали американцы. Был составлен внушительный акт, который был принят. Что в дальнейшем жестко учла советская сторона при взаимных расчетах с Японией. 1 октября 1976 года министр иностранных дел Андрей Громыко встретился в Белом доме с президентом Фордом. Говорили резко. Беленко беженец, заявил Форд. Он имел все основания просить убежище. Америка с радостью предоставит ему возможность жить здесь сколько угодно долго. Только сейчас, после этих официальных слов президента, Громыко окончательно понял, что Беленко предатель. «Беленко – вор», – ответил Громыко. «Он предатель и уголовный преступник. Он не может претендовать на политическое убежище и должен быть репатриирован в СССР». Однако Форд был непреклонен. Поскольку решение этого вопроса находится в ведении правительства США, подчеркнул Форд, вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит. После этих слов Громыко отказался от предложенного обеда, сославшись на неотложные дела в Москве. Пилюля оказалась слишком горькой. С должностей полетели десятки командиров и начальников. Личное признание Беленко сотрудникам ЦРУ и материалы уголовного дела позволяют восстановить хронику событий. После училища Беленко назначили летчиком-инструктором в Сальск. Но это его не устраивало. Он несколько раз писал рапорты с просьбой перевести его на летную работу. Не переводили. Он злился. Когда отказали в четвертый раз, решил пойти в Абанк. В этот момент между начальником спирт-школы и Беленко произошел жутчайший конфликт, когда проявилось еще одно качество Беленко. Он стал, открылся как авантюрист и шантажист. Он сказал, товарищ генерал, раз вы меня не переводите в боевую часть на МИГ-25, я расскажу, как вы разворовываете спирт под лозунгами борьбы с пьянцем, я расскажу, как вы незаконно отправляете в полет неподготовленных летчиков, я расскажу, как делаются приписки. Любой из перечисленных фактов мог стоить генералу карьеры. Генерал обиделся и направил Беленко на психиатрическую экспертизу. Его переодели в армейскую пижаму и начали обследование. Но врач-психиатр оказался человеком честным и поставил диагноз. Беленко полностью здоров. И вместо того, чтобы сделать какие-то выводы, поговорить с ним, проходит время, Беленко чудесным образом отправляется на Дальний Восток пилотом МИГ-25. О чем это говорит? О том, что он, в принципе, попал в точку, и все получилось так, как он и намечал. Многие в то время не понимали, зачем Беленко рвался в такое захолустье. Жена была не в восторге от гарнизонной жизни, считала чугуевку ссылкой, требовала развода и собиралась с сыном уехать к родителям. Беленко не обращал внимания на нытье супруги. В то время он для себя уже все решил и ждал подходящего случая. Беленко начал делать в рабочем блокноте подробные записи о технических данных и летных характеристиках МИГ-25. Все это могло пригодиться в Америке. Сидя на тактических занятиях, тайком прикидывал самый короткий маршрут от Чугуевки до ближайшего японского аэродрома. Позднее карту найдут у него дома. Он очень плохо владел английским языком, но он подготовил записку. Значит, прошу немедленно связать меня с представителями американской стороны. Прошу не подходить к самолету, поскольку это особо секретный объект. После набора высоты пилот выключил форсаж, чтобы сэкономить топливо. Вместо предусмотренного полетным заданием разворота в сторону Чугуевки взял курс на юго-восток. С высоты 8 тысяч метров Беленко упал на километровую высоту и продолжил дальнейшее снижение, чтобы застраховать себя от радаров. Угонщик нажал аварийную кнопку. Самолет начал подавать непрерывные сигналы бедствия. Затем выключил кнопку. Это означало, что самолет потерпел катастрофу. Вот почему наши были уверены в аварии и начали поиск самолета. Маловысотные станции не были включены в это время. А те, которые были включены, они не видели, потому что малая высота. А уже когда он поднялся в море, его обнаружили. По доспевшему офицеру специального разведотдела Японии Беленко протянул записку, написанную еще в Чугуевке. Офицер спросил, вы сбились с курса? Нет, я прилетел сюда намеренно, ответил Беленко. Я прошу политического убежища в США. Немедленно свяжите меня с американцами. Из здания аэропорта летчика отвезли в гостиницу. Выйдя в коридор, Беленко сам набросил на голову куртку, оставил лишь малюсенький просвет, чтобы видеть пол. Журналисты были разочарованы. Японская разведка, американская, страшно боялась, что в это время наши спецслужбы кокнут Беленко. Потому была очень придумана такая хитрая комбинация, когда он был, несколько динатовых джипов доехали до определенного перекрестка, 5-6 джипов в перекрестном направлении скресились, развернулись, и никто не понял, на какой машине и куда везли Беленко. После встречи с советским дипломатом в Токио, Беленко загримировали, переодели и отправили в аэропорт. Здесь уже был, как я вам говорил, сотрудник ЦРУ, который его очень радушно принял, радушно, и сказал, что с вами все порядка, вы совершили подвиг, Америка гордится вами, с вами будет все хорошо, прошел самолет, там уже был зафрактован целый салон, где ему дали бутылку русской водки, Беленко выпил, и тут же, как кот в Ахмельюске, Балтай, все американцы, задавайте любые вопросы. Чтобы вернуть Беленко в Советский Союз, были включены мощные политические рычаги. Уговаривали, угрожали, хотели обменять Беленко на американского разведчика, лоббировали определенных людей в Сенате. Им сделали щедрые преподношения. Они люди благодарные, сразу нашлось парочку сенаторов, которые стали топот ногами, кричать, нам надо отдать, понимаете. Ну, эти подношения, ну, были готовы сделать некоторые даже определенные уступки, даже стратегического плана ради этого. Ничего не удалось сделать. Беленко написал официальное письмо, где он обратился к правительству США с просьбой о политическом убежище. Подробно изо дня в день Беленко рассказывал офицерам ЦРУ о технических характеристиках и боевых возможностях летучей лисицы. Параллельно Беленко выдавал побочную информацию. Имена, фамилии, звания, места базирования военных объектов. Особенно, в первую очередь, интересовались составом материалов. Они делали надрезы, анализировали, химический анализ делали, и другие, все сторонние. И восхищались, какие у нас шикарные материалы были там использованы. Беленко преподнес подарок, который не снился ЦРУ и в самом счастливом сне. Анализ МиГ-25, проведенный американцами, преподнес немало сюрпризов. Самый главный из них – самолет не титановый. Все остальное удивляло не меньше. Как справедливо заметил авиационный журнал Air International, самолет МиГ-25 труден для глубинного понимания философии построения советских систем. Он другой. Когда они дошли до локатора, они увидели, что локатор на лампах. В то время уже вовсю микроэлектроника успешно внедрялась в локаторы боевых структур, наземных и воздушных. Но они расценили это по-другому. Они сказали, вот русские какие хитрые. В таких высоких температурах в те времена микроэлектронные системы локации не выживали. Они просто перегревались и сгорали. Вот мы додумались в этом случае как исключение. Отошли от наших телевизионных систем, радаров, и использовали лампы. Но они не знали, что мы еще не были на этом уровне. Моральные и материальные потери Советского Союза в результате угона МИГа оказались огромными. Получив в свое распоряжение советский перехватчик, американцы сделали выводы о состоянии авиационной, химической, металлургической и радиоэлектронной промышленности СССР. Благодаря сведениям, полученным от Беленко, американцы имели достаточно полное представление о противовоздушной обороне страны. Эта информация позволила им разработать новые системы вооружения, а нас заставила модернизировать самую передовую составляющую авиации ПВО. И еще один любопытный факт. Внимательно посмотрите на этот самолет. Это американский F-15. Если сравнить внешний вид нашего и американского истребителя, обнаруживается удивительное сходство. Ежедневные допросы Беленко продолжались почти полгода. Наконец, когда из него была высосана вся возможная информация, встал вопрос, куда девать беглеца. Была присвоена новая фамилия, выданы соответствующие документы. Создан специальный денежный фонд, который оказался весьма скромным. Беленко стал не нужен. Он вышел из моды. Утомил и надоел. О летчике Гудкове, погибшем при испытаниях МиГ-25, не забыли. В городе Жуковском, где он жил, его именем названа улица. Вряд ли в Америке, пусть даже в самом захаустном городке, когда-то появится Беленко-стрит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok